привет друзья я буквально спустилась с гор и сразу за любимое дело так что желаю приятного просмотра не забывайте ставить лайки подписываться на канал а мы сегодня начнем с h&m так что погнали что я сегодня взяла в основном это верха одни джинсы я знаю буду мерить не буду хотел вам просто показать мне не понравились так как они из плотного хлопка это линейка коншенс там 38 был самый маленький видно разобрали хороший очень цвет плотный если бы не было надписей h&m принципе можно было перепутать их по плотности и по качестве смазь модульти но выдает чуть-чуть фурнитуры но это опять-таки если совсем придираться далее что я еще взяла такая лаконичная джинсовка дин свитер и еще другие цвета джинсовок там с карманами хочу вам показать примерить и рассказать о своей мысли так ну что сразу начну с находки супер вещи это вот такая джинсовая рубашка минималистично очень приятного голубого цвета без лишних деталей фурнитура под вопросом опять таки если придираться она матовая здесь вот с такими разрезами круглыми и спинка чуть удлинена воротничок на мне размер и сейчас хочу показать вам как смотрится размер и и для сравнения я взяла джинсовую рубашку которая мне вот чисто визуально сначала сразу не понравилось думаю на контрасте вам покажу как выглядит стильная вещь и как будет выглядеть безвкусная вещь для сравнения как раз таки вам покажу вот на мне сейчас размер и и да она посвободней смотрите сами как вам по ощущениям еще подлиннее ее можно носить как и просто рубашку как и верхней одежды такой средней плотности джинс так ну смотрите а вот таким образом выглядит это с ремнем получается как будто бы маска вы носили так с ремнем напишите в комментариях я бы скорее нет чем да или выбрал бы тогда джинсовку более большего размера xl может быть чем не вот не хватает длины чуть-чуть спереди сзади хорошо может может быть побольше если бы размер был то я бы так носила так мне по душе более такой расслабленной без пояса но опять таки это все зависит от типа фигуры от роста от предпочтений мы индивидуально не забываем мой фаворит 1900 артикул друзья ну вот и посмотрите на контрасте как раз таки джинсовку которые я вам хотела показать как это все выглядит начиная от фурнитуры заканчивая дизайном вот эти карманы во-первых еще тонкий картон не держит форму плюс цвет непонятный такой дешевый даже мой ремень мне кажется не спасет ситуацию но давайте я его поменяю посмотрим как будет может получше станет но такой не берем не надо не надо тоже мой ремень не улучшил ситуацию еще и ремень этот до конца не убирается диск это она мне размер 38 следующая неплохая курточка цветы и крю тоже с матовой фурнитурой только здесь карманы нагрудные но в принципе они неплохо смотрятся тоже немножко спинка удлинена тоже классно 2 300 стоит кстати она очень оверсайз на и на мне размер с к и она прям да она прям вот такая я еще взяла м-ку покажу как м-ка смотрится тоже хорошенькая и цвет хороший универсальный что нам не размер м-ка достаточно оверсайз на выглядит еще больше в принципе по длине хорошо кто любит такое your welcome классненькая светленькая куртка артику смотрите на эту милость так как я обожаю мини сумочки это покорило мое сердце с ладошку к следующую курточка хаки с черепаховыми пуговицами не на грудный карман еще снизу карманы качество хорошее такой достаточно плотный катон мне не нравится фурнитуру карманы и вот эта прострочка толстая стоит 2 400 на мне 38 размер куртка цвета хаки 3 400 так я сегодня дежурная по курткам следующий лот это бежевая такая коробка милитаристайл матовая фурнитура здесь бежевая по цвет куртки хорошо смотрится стильненько и есть еще вот такой пояс на мне размер м рекомендаешь бежевая куртка 2 500 артикул так очередной свитер от и чендем с ничтожно малым процентом шерсти но как мы знаем что они хорошо носятся все равно так что вот это укороченный свитер меланжевые серые с длинными рукавами они реально длинные летучая мыши рукав хорошенький чуть-чуть колется опять-таки кто чувствителен к этому примите к сведению мне не критично стоит 1800 и на мне размер м вот так он выглядит если его расправить не мой формат но кому такое нравится и подойдет рекомендаешь свитер ну и по окончанию съемки все вещи у меня висят первозданном виде думаю что это правильно